Быть невыездным – это всегда действенная мера для должников, говорят сегодня налоговые инспекторы. И, как правило, ответственность и пунктуальность всегда сопровождались из зоны отпусков. Понятно, что пандемия закрыла границы, но это вовсе не означает, что налоговым дебиторам можно расслабиться. Но пока из 600 тысяч уведомлений без ответа остались 80. Те забывчивые физические лица, которые до сих пор не уплатили имущественные налоги, в первую очередь получают требования. Это специальный документ, в котором, собственно, и уведомляется плательщик о том, что он имеет задолженность по определенному налогу, да, и ему дается возможность оплатить это в течение 30-дневного срока. Цифры неплатежей в целом объяснимы. В пандемию доходы граждан существенно сократились, но имущественный налог, величина постоянная, ее размер из года в год не сильно лихорадит. Поэтому, наверное, лучше заплатить. Иначе они эту сумму возьмут сами. При сумме налоговой задолженности менее 100 тысяч рублей налоговые органы могут самостоятельно исполнительный документ направить непосредственно работодателю, который выплачивает доход должнику. И, соответственно, в бесспорном порядке у него из заработной платы просто будет сниматься определенная сумма в счет погашения задолженности. Кроме того, таким образом можно и направить взыскание на пенсию, стипендию и так далее. Инвентаризация своих долгов сегодня процедура несложная. В электронном виде она доступна на сайте налоговой и на портале госуслуг. Или нужно просто дойти до любого МФЦ. Величина штрафа и пенни прямо сейчас зависит от скорости принятия решения. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».